Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 11.05 в Кирове. Это программа «Дневной разворот». Павел Чарушин, Светлана Занько. Здравствуйте. Всем добрый день. — Поддерживает наш сегодняшний эфир наш звугорежиссер Денис Князев. Денис, привет. Спасибо тебе, что ты с нами. Что можно сказать по сегодняшним темам? Первый час мы посвятим вопросу дорог, дорожного строительства, ремонту, все, что связано с нашими дорогами. Озаглавили мы ее «Почему-то так дороги дороги». И в гостях у нас сейчас уже в студии находится Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области Дмитрий Михайлович. Добрый день. — Светлана, здрасте. Тоже здрасте всем слушателям. Еще раз тоже здравствуйте. — Так, я пока по пояске дня пройдусь, чтобы сориентировать наших слушателей, о чем вообще мы сегодня будем говорить два часа. Первый час полностью дорогам посвящаем. Дмитрий Михайлович с нами будет 21 минут. Далее мы подключим Артем Молчанов, руководителя федеральной антимонопольной службы по Кировской области, и продолжим разговор о дорогах. К этому часу у нас приурочен опрос, который вы можете найти на сайте эхокирова.ру, а также в нашей группе ВКонтакте. Опрос так называется. «Почему дороги в России хуже, чем в Европе?» Варианты ответа. «Нет денег на ремонты строительства, не умеют строить, содержать и ремонтировать. Погода подкачала». Я за этот вариант. — Не хотят. — Недостаточный контроль за расходованием средств и качеством ремонта. Далее, во втором часе, с 12.06, говорим о том, чем мигранты отличаются от гастарбайтеров. Я бы даже сказала, мигранты не равно гастарбайтеры или равно. И у нас будет пояснять этот вопрос Владимир Шендориков, заместитель начальника управления федеральной миграционной службы по Кировской области. В конце второго часа, где-нибудь в 12.30, будут очень интересные вещи рассказывать заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов Владимир Мошкин о том, что, не желая платить алименты, кировчане и вообще другие граждане нашей страны используют уникальные совершенно технологии для того, чтобы скрыться, алименты не платить. Но наши доблестные приставы тоже не отстают. Они используют новые методы. И вот об этих методах будет нам рассказывать Владимир Мошкин. Итак, дороги. Дмитрий Михайлович, мы вас сегодня пригласили, потому что знаем, что эта ситуация вас всегда тревожит. У вас яркие выступления всегда были на ЗАГС-собрании и у нас в эфире. И неоднократно мы говорили о дорогах. Но сегодня будет та информация, которая, в общем-то, в СМИ еще не выходила. Давай честно признаемся, что это я тебе без конца звонила и говорила. Озвучу ее, пожалуйста, уже в эфире. Расскажи, пожалуйста, зачем ты подал заявление в УФАС? Значит, ну, я считаю, что это моя прямая обязанность отслеживать такие незаконные действия. Особенно, когда вопрос касается наших дорог, областного бюджета. И когда некоторые организации и их руководители, на мой взгляд, занимаются там лично своими какими-то интересами в ущерб строительству дорог и их качеству, то на данном формате я считаю, что необходимо стучать во все колокола. И я это делаю и пишу все различные документы от себя, как от депутата, в те органы, которые занимаются проверками. В данном случае это был ФАС. Вот вы подали заявление на американцы по поводу какого-то конкретного случая, правильно? Да, я по поводу подал конкурсов и котировок, которые проводил ВИАТ-Автодор по закупке определенных материалов для ремонта и строительства дорог. Озвучите предмет заявления вашего. Ну, в принципе, как бы вот у меня его с собой сейчас нет. Суть него заключается в следующем, что я обратился к ФАС, Федеральную антимандопольную службу, с просьбой рассмотреть, как бы, возможность проверки ВИАТ-Автодора, проведенные ими конкурсами, вынесенные решения и, как бы, последующее, что у них на протяжении большого периода времени фактически все проходит, с моей точки зрения, не в рамках конкуренции и не в рамках торгов. Они что хотят, то и воротят. Но там была ведь конкретная какая-то ситуация. Да, там был конкурс, который там в первую очередь меня, как бы, поразил своими там принятыми решениями. Значит, сейчас я вот скажу, вот он, протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок о поставке темных нефтепродуктов за схайкой по всем дорожным управлениям КГУВИАТ-Автодора по Кировской области. Значит, цена там контракта была где-то в пределах 18 миллионов рублей. При всем при этом, значит, та организация, которая дала самую низкую цену, она почему-то не победила. А сколько всего организации участвовало? Значит, всего организации участвовало две. Значит, я так понимаю, что одна была компания Ростнефте Альянс. Эта организация, мне кажется, очень часто везде проходит по отчетам от Автодора. Точно так же, как и пермская организация. Она называется, сейчас вам скажу, как. У меня она записана Inside Management. Это город Перм. Вот эти две организации особенно почему-то полюбились в Автодору. Ну, может быть, потому что хорошие, надежные партнеры. Ну, вот по надежности и по хорошести мы поговорим чуть позже, потому что есть, как бы, точно так же открытая информация по проведенным котировкам. И на основании для меня непонятных решений, почему ВИАТ-Автодор берет там, где дороже и там, где ненадежнее. Значит, объясню почему. И вот по первому конкурсу, который я и написал письмо, значит, была следующая ситуация, когда победитель, не будем там называть компанию, которая выиграла, значит, по цене, значит, которая тут получается, ну, вот. А это тайна какая-то? Почему мы не называем эту компанию? Ну, я, как бы, могу, конечно, ее назвать по причине того, что, ну, я не спрашивал и не знаю этих людей, может быть, им было бы неприятно это слышать. Ну, как бы, вот, на сегодняшний момент, как бы, будем говорить, компания ИКС победила компанию ИГР. А что, этих сведений нет в открытом доступе? Есть, нет, ну, вот, я же взял ее, я распечатал. А давайте назовем ее, Санасову. Хорошо, если вы, Света, настаиваете, значит, ООТЭМП выиграла по запросу котировок компания РоснефтьАльянс занялась вторую точку протокола. Значит, что делается дальше? Значит, по условиям, а там сегодня мы вот дальше хотели как раз и поговорить, и я думаю, что Артем Молчанов по этому вопросу скажет, у нас есть положение по закупкам. И самое удивительное, что положение по закупкам государственных предприятий, Авиатавтодор — это государственное предприятие, значит, утверждает генеральный директор. Да, значит. А генеральный директор у нас? А генеральный директор у нас всем известный ВВ Резвых, значит. И на основании этого они вот это положение сами себе придумывают, сами по нему же работают, и сами же его и себе прописывают. Значит, вот на основании того, что вот как обычно происходит победившая компания, с ней заключается контракт и все процедуры дальше. Если даже оказывается один поставщик, да, тоже принимается решение в пользу одного. Одна заявка, если подана, да? Значит, здесь получилось так, было две заявки, но так как, видимо, рост нефтеальянс, который должен был победить, поставил цены выше, они впоследствии берут и его не допускают. А что значит должен был победить? Ну, мне так кажется. По традиции. По традиции, да. Ну, я смотрю динамику, там у них всех заключения договоров, у них это две компании, которые я назвал, они преобладают. Не знаю, по каким причинам. Значит, Роснефтеальянс как бы не побеждает, и они берут, и его не допускают, впоследствии говорят, что конкурс не состоялся вообще по причине того, что мы просмотрели, что документы они подали неправильно. Остается одна компания, по которой на основании положений по закупкам «Виат Автодор» может принять решение или отдать им, или просто отменить конкурс. Он берет и отменяет конкурс, и говорит, что все, ничего не состоялось, после чего, через какой-то промежуток времени, уже цена становится 18 контрактов 500. Ниже. Выше. Выше. Да, чем победитель, как раз и заключается договор поставки с Роснефтеальянс, без всяких конкурсов, без всего. И вот, как бы, такая практика, к сожалению, присутствует на «Виат Автодоре» практически постоянно. Значит, есть другие конкурсы, где тоже мне не совсем понятно, что вообще происходит. Вы говорите, что это надежные поставщики, да? Я так предполагаю. Ну, я тоже бы хотел в это верить. Ну, вот еще и происходит один котировки, где выигрывает «Инсайт Менеджмент», пермская организация, которая тоже очень давно работает с «Виат Автодором». Она побеждает. Значит, на основании этого она дает на тот момент, наверное, такую низкую цену, что буквально через какой-то промежуток времени она пишет письмо о том, что она по этой цене поставить не может. Не подумали. Ну, или не посчитали как-то возможным, значит, это все «Инсайт Менеджмент», пермская организация. Они пишут письмо. На основании вообще котировок вносится залог. После того, как этот залог был внесен, поставщик должен соблюдить весь контракт, и тогда ему эти деньги возвращаются. Значит, вот «Инсайт Менеджмент» пишет письмо, что по такой цене, по которой они выиграли, они поставить не могут. Значит, залог им тут же отдается, с ними договор расторгается. Вторая компания, которая побеждает, фактически поставляет по той цене, по которой там было в контракте. Значит, при этом дальше продолжает работать с компанией «Инсайт Менеджмент», как самой надежной, потому что она не поставила. И покупают у ней другие материалы для строительства дорог, потом они покупают у ней битом, и все прочее продолжается. Есть там два вопроса. Насколько я понимаю в торгах, и сам участвую, если ты где-то не поставил, тебе не возвращают залог, ты попадаешь в реестр неблагонадежных поставщиков. Вот это не первый, и я думаю, что не последняя ситуация с «Инсайт Менеджмент», она такими привилегиями, как для всех, не пользуется. Она в особом положении, и все деньги ей вернули, контракт расторгли, говорят, ну не можете, ребят, ничего страшного, мы подождем. И дальше с ней продолжают заключать договора, даже не думая о том, что они раз подвели, два подвели, они продолжают работать. И самое это печальное даже не в том, что вроде, а что тут такого вроде, да. А вот у нас в России две есть беды – дороги и дураки. Вот я добавил бы сейчас третью вещь, которую я всегда говорю. У нас еще появилась третья беда в России – это коррупция. У нас в России… Появилась. Ну, выросла. Не утрируйте. Выросла, значит. У нас на самом деле сегодня самые дорогие в мире дороги по себестоимости. Значит, у нас они, мне кажется, при такой цене самые некачественные и самые недолгожители. Мы прекрасно с вами видим, что происходит на наших дорогах. В этом году их положили, в следующем году их снова ремонтируют. Секунду, я должна обратиться к нашим слушателям, после чего мы продолжим. Номера телефонов прямого эфира 708-502 и номер телефона для СМС 8-909-101, 720-101 и 0. Звоните, пишите, высказывайтесь. Почему у нас такие дорогие дороги и что вы думаете по ситуации с Вят-Автодором? Значит, и дальше, почему вот мы уже давно говорим о Вят-Автодоре. Значит, на самом деле мы с одной стороны благодарны, что у нас есть такая организация, которая работает как бы по всей территории Кировской области. Основной принцип, который сегодня говорит о том, что та сторона, кто сегодня возглавляет Вят-Автодор, и кто ее курирует, это дорожный комитет, говорят, что там она обеспечивает много трудовых мест. Ну, на самом деле, как бы люди работают, там на самом деле большой коллектив, но при этом, как бы, все считается, вот в моем понимании сегодня дорожный фонд вообще в Кировской области составляет 4 миллиарда рублей. Мы все прекрасно понимаем, в год, да. Откуда он формируется, это наши с вами транспортный налог туда входит, и туда входит аксесс на бензин. Да, в общем-то, это бюджет. И я считаю, что все бюджетные деньги должны быть до такой степени прозрачны и бережливы, что они все должны происходить через электронные торги, все закупки. Вот, какие у нас есть варианты контроля этих сумм? Фактически получается, что то, что я сказал, что положение по закупкам создает сам генеральный директор и согласовывает с департаментом дорожного хозяйства, то у нас нет никаких. Я, когда написал письмо ФАС, я надеялся, что мы хоть как-то можем приблизиться к той мечте, что мы можем, в принципе, что-то контролировать и что-то им запрещать. Ответ Артема Молчанова сегодня меня немножко расстроил по причине того, что он сказал, что с точки зрения закона 223 по госпредприятиям, у них вроде как бы все разработано, положение о котировках, положение о закупках, оно вроде все соответствует и сложно к чему-то придраться, но на самом деле 223 закон госпредприятий, по которому они производят котировки, сами их определяют, это полная профанация. Я вам хочу сказать, что они у нас очень изобретательные ребята, и когда спросили, а почему вы вообще не хотите проводить электронные торги, или как вы не хотите сделать все это прозрачно, они говорят, у нас и так все очень прозрачно. А им говорят, а как вы, в общем-то, сегодня проводите закупки, если вы конкурс отменили, и у вас не хватает 1000 тонн битум, они говорят, а у нас есть положение, которое мы разработали, а положение гласит о следующем, что на основании чрезвычайной ситуации, там даже не написано, кстати, чрезвычайно, но они говорят, что не чрезвычайно, им разрешается без закупок, без конкурсов закупать товары до 5 миллионов рублей в день. Это 150 миллионов в месяц. И вот они что хотят, в данном случае, то и воротят. Ну, то есть вот конкурс объявили, а? Да они могут сейчас вообще света не объявлять конкурсы. У них есть, у них в ихнем же положении, который написал ВИАТ Автодор и подписал генеральный директор и дорожный комитет, им разрешается до 5 миллионов в день покупать все, что они захотят, и у кого они захотят, без всяких конкурсов, торгов и без всего. В год это миллиард 800, то есть получается половина. Они целый год не покупают, но 150 миллионов им закупать сегодня в месяц товары, а у нас фактически дорожный период, когда май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 6 месяцев, да, вот на миллиард они могут спокойно закупать без всяких конкурсов и корректировок. Вот это очень любопытно, я сейчас точно, наверное, не вспомню, чтобы четко обозначить. Света, я еще бы добавил. И так как мы с вами практически, у меня 5 конкурсов, я их проанализировал, они покупают, я уже сказал, почему-то у них в приоритете те компании, которые уже давно с ними работают, и ненадежно работают, и работают не по самой дешевой цене, а одной из самых дорогих цен, да. При этом они как бы ориентируются полностью на эти компании. То это о чем говорит? Ведь сегодня почему мы говорим, что у нас самые дорогие дороги в мире? И самые некачественные? Потому что два случая. Или поставляют, чтобы поставить очень плохое качество, как вот я говорил. Материалов. Материалов, да. Или покупают по самым дорогим ценам у своих компаний. В принципе, для того, чтобы получить как можно больше своей прибыли. Выгоды. Да, значит, они покупают по самым дорогим, и очень часто бывает, что это самые дорогие товары не соответствуют тому качеству, что они самые дорогие. То есть здесь все равно две стороны еще дела. Низкое качество стройматериалов, коррупция при закупке стройматериалов и несоблюдение технологий, если они вообще существуют по укладке дорог. А технологии их меньше всего волнуют. Одну скажу по причину. Вот смотрите, мы сегодня там все четко видим, что происходит на наших дорогах. Нам все говорят, что вот у нас, вот мы столько делом, да. Я хочу сразу сказать, что я проехал тут очень много по территории Российской Федерации. На самом деле у нас не самые плохие дороги. Да, не самые плохие, есть области, где мне казалось, должно быть все гораздо лучше, но все оказалось гораздо хуже. Но при этом ведь мы сегодня не говорим о том, что все очень плохо. Мы говорим о том, что могло быть еще все лучше и качественнее, потому что в большинстве сегодня дорог, которые у нас кладут и в городе, и в области, они на следующий год после зимы превращаются опять в какие-то непроездные дороги. А нужно потому, что, Дмитрий Михайлович, делать как в Москве. Положили хороший, удачный асфальт, на следующий год вскрыли, положили новый. Потом еще раз, потом все. Это методика такая, да. Я в Москве тоже удивляюсь. Они вроде в том году только осень уклали, в этом году смотрю, снова все подняли. И так каждый год. Я как раз и не хочу, потому что территория у нас очень большая. Мне бы хотелось, чтобы за наши 4 миллиарда народных денег мы как можно больше сделали качественных и хороших дорог. При этом, как сегодня работает и какой подход у Виат Автодора, я считаю, что мы к этой цели никогда не придем. При этом я еще вам хочу сказать. Вы знаете, что у нас изначально еще год-полтора назад завязалась борьба с Виат Автодором, когда они все государственное частное партнерство закручивали под себя. Благодаря позиции депутатов, благодаря позиции ФАСа. В этом году мы все-таки эту тему сломали. А значит, сегодня государственное частное партнерство для Виат Автодора его нет. Есть сегодня просто выставлены на электронные торги эти участки, которые могут в них участвовать все. Правильно я понимаю, что все равно в силу того, что область большая, дороги зачастую делаются в удаленных районах. Небольшие частные компании просто не могут составить конкуренцию Виат Автодору. И в таких условиях у нас в области выхода нет, как большинство контрактов отдавать Виат Автодору в любом случае. Я думаю, что пока тенденция такая, но я не уверен, что она как бы на самом деле в таком варианте, как говоришь ты. Безысходная. Безысходная. Вот и вам пример. Проводился конкурс на открытых торгах по дамбе от Старого моста до Макария. Выиграла частная компания. Значит, мне показалось, что асфальт положен очень качественно. Я-то в то направление очень часто езжу. Мне показалось, что они работали только ночью, не создавая помехи. При этом все сделано очень быстро. И я надеюсь, что очень качественно. Мы специально сейчас будем наблюдать, когда нам говорили, что у нас нет сегодня частных компаний, которые могут выигрывать и делать качественно. Вот я как раз смотрю сейчас на эту дорогу и буду ждать там 3-5 лет, сколько она простоит. Мне кажется, по уровню асфальта и отношению это качественная дорога. Надо, кстати, здесь еще раз напомнить нашим слушателям, что ВИАД «Автодор» дает гарантию 3 года и при обнаружении дефектов устраняет за свой счет, правда, контроль качества дорожных работ. При этом производит подрядчик и заказчик, соответственно. Они сами же и кладут, сами же и проверяют, сами же все. Получается, что фактически государственное предприятие делало по государству частного партнерства в дороге. Сама же их принимала, сама же их оценивала. И, в общем-то, сегодня какая ситуация? У нас по тому году, по некоторым направлениям государства частного партнерства, что сделано было ВИАД «Автодором», до сих пор дороги не сданы. 708-502, телефон прямого эфира. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после чего постараемся подключить Артема Молчанова, руководителя федеральной антимонопольной службы по Кировской области. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Возвращаемся в студию. Светлана Занько, Павел Чарушин и Дмитрий Михайлович Русский, депутат Законодательного собрания Кировской области. Обсуждаем вопрос, почему так дороги дороги. И приводили различные примеры о ситуации с ВИАД «Автодором». Сейчас у нас есть слушатель на связи. Алло. Добрый день, как вас зовут? Есть слушатель или нет слушателя? Слушатель ушел, да, во время рекламы позвонил, уже, видимо, ушел. Сейчас будем набирать Артема Молчанова, руководителя федеральной антимонопольной службы по Кировской области. Вы же можете звонить в студию по телефону прямого эфира 708 502 и присылать нам смс на номер телефона 8 909 720 101 и 0. Кроме того, напоминаю, что на нашем сайте и в нашей группе ВКонтакте есть опрос, почему дороги в Россию хуже, чем в Европе. С разными вариантами ответа мы озвучим в конце этого часа результаты голосования. Из того, о чем мы сегодня говорили... Есть телефон на связи. Есть у нас на связи кто? Слушатель. Слушатель. Здравствуйте. Алло. Алло, добрый день. Представьтесь, пожалуйста, здравствуйте. Молчан, я на Франсене Владимирович. Ой, Артем Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем Владимирович, руководитель Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. У нас на связи. Вы знаете, что мы сегодня обсуждаем? Да, конечно. Мы обсуждаем заявление депутата Законодательного собрания Кировской области Дмитрия Михайловича Русских в отношении Вятов Тадора. Поясните, пожалуйста, позицию ФАС по этому вопросу. Ну, заявление действительно такое есть. Действительно в нашем рассмотрении оно находится. Я скажу, что мы по нему уже закончили проверочное мероприятие. И, по сути, есть результат. Я думаю, что Дмитрий Михайлович пока еще наш ответ не получил, потому что он подписан буквально с утра. Артем Владимирович, извините, пожалуйста, приемник выключите, потому что там идут помехи. У меня нет приема. Что-то какие-то помехи. Ну, ладно, продолжаем. Мы вас слышим. В любом случае, хорошо. Итак, ответ сегодня вечером получит, Дмитрий Михайлович. Я думаю, что сегодня он получит. Принципиально мы с ним разговаривали по этой ситуации. Наверное, я скажу вам сразу то решение, которое есть. Решение следующее. Как таковых фактов нарушений мы не установили. В том формате, в котором сегодня это реализовано, в Виат-Автодоре, говорить о нарушении закона о защите конкуренции или законодательстве о размещении заказов нельзя. Но, вместе с тем, та ситуация, которая озвучена, она на самом деле имеет очень такое большое значение, потому что, по сути, мы видим результат реализации законодательства о закупках госпредприятий в том формате, в котором он реализован может. Или не должен быть реализован. Объясню, почему. Есть 223-й закон, который определяет порядок закупки различных материалов и услуг работ госпредприятий. Есть принципы этого закона. В книге указано, что эта закупка должна быть открытая, конкурентная, публичная, максимальная, конкурентная процедура. Но, вместе с тем, в законе указано, что предприятие самостоятельно определяет порядки закупок, способы закупок и может предусмотреть любые процедуры в своем положении закупки. Собственно говоря, что и сделано сегодня Вят Автодором. Потому что в положении закупки, утвержденном на предприятии, указано, что предприятие может закупать любые товары, любые материалы на сумму до 5 миллионов рублей по одной сделке один раз в день. По сути, мы видим картину, когда закон имеет определенные цели, а эти цели не достигнуты. То есть, те пробелы, которые сегодня в законе есть, они используются для того, чтобы, я бы назвал таким образом ситуацию, как профанация закона. Вроде бы есть положение, вроде бы есть публичность, вроде бы есть открытость, но, вместе с тем, на практике мы такой реализации не видим. Вот мы сегодня эту ситуацию еще раз обсудили. Подписывая письмо Дмитрию Михайловичу, мы одновременно приняли решение подготовить письмо губернатору о том, что эта ситуация, по сути, не соответствует духу закона о закупках госпредприятий. И с предложением внести этот вопрос на рассмотрение и принять меры для корректировки положения о закупках на Вят Автодором. Мы вас поняли. Дмитрий Михайлович, есть вопросы у вас? Нет, мы как бы с Артем всегда на связи, мы, в принципе, эту тему и обсуждали. Я прекрасно понимаю, что вот у нас, знаете, как бы загон не душло, куда хочешь, туда и вышло. То вот тут примерно то же самое ситуация. Вроде с одной стороны и нет никаких, но мы четко понимаем, что вот именно вот эта возможность ухода от открытых электронных торгов и вообще от прозрачности, она существует в виде положения, которое создали о закупке до 5 миллионов рублей в день. Да, спасибо большое, Артем Владимирович, мы вас услышали. Нам пишет СМС Сергей, он пишет, что пока голова опирается на силовиков, чиновников, земляков, друзей, а не на закон, в стороне будет бордель в любом секторе жизнедеятельности. Ну, сразу у нас, конечно, говорят о рыбе и о голове, да, то есть у меня лично, у меня позиция такая, что на уровне регионов, вообще на уровне села и своего дома, подъезда и квартиры тоже можно что-то решать. Ну, я полностью как бы с тобой свет согласен, я скажу, что вот все, что происходит на территории Кировской области и в городе Кирове, это все можно решать на нашем уровне и лишь бы было желание наших высостоящих начальников в лице губернатора и главы города этим заниматься. Если как бы они не хотят этим заниматься и считают, что это все мелочи жизни, ну, извините, тогда мы ничего сделать не сможем. Вот после представления... Из-за этого мы с вами это сегодня тему обсуждаем, чтобы люди сегодня, те, которые нас слушают и те, которые потом будут это дело обсуждать, четко понимали, что мы сами можем говорить о том, о чем хотим, при этом мы четко понимаем, что мы не критикуем власть, мы хотим, чтобы власть работала так, чтобы от нее была польза. И наши деньги мы будем решать, как сами будем рассказывать. Ну, а что тут стесняться? Власть, она на то и власть, чтобы ее критиковать. Ну, понимаешь, критика должна быть конструктивной. Мы сегодня говорим о том, что, ребят, вот тут не все так прозрачно, и тут в моем понимании, там открыто говорю, есть формат коррупции, который влияет на наши дороги. Потому что они сегодня не думают, как их сделать хорошее и качественное, и дешевое. Они думают, как на этом заработать. Вот главная проблема в чем. Давайте пообщаемся с Вячеславом Анатольевичем, это наш слушатель. Он сейчас на линии. Все, Вячеслав Анатольевич тоже ушел. Видимо, мы сказали все, что хотел сказать Вячеслав Анатольевич в своем звонке. Вот сейчас, после того, как ФАС представит свои... Это что будет такое? Это будет, я думаю, что губернатору ты имеешь в виду? Это будет рекомендательное письмо, что на госпредприятии должна работать другая форма. Потому что то положение, которое они составили, оно только отвечает ихним интересам руководители этого предприятия. Еще раз, представление ФАС, которое они сейчас направят в губернатору или ЗАГС собрание. Нет, нет, они напишут письмо губернатору. Рекомендательно. Рекомендательно, подождите секундочку. Напишут рекомендательное письмо губернатору. О том, что закон не исполняется в связи с тем, что есть такая лазейка в законе, да, в результате он профанируется, как сказал Артем Молчанов. Да, это профанация. 223-й это профанация. Реакция губернатора какая должна быть с вашей точки зрения? Или он дает поручение Дорожному комитету и Виат Автодору для того, чтобы они разработали новое положение по закупкам и устранили все эти вот вещи и сделали все прозрачно. Или все оставит так, как оно есть. Давайте поговорим со слушателем. Или уволит, может быть. Алло, здрасте. Алло, здрасте. Вячеслав, выключите радиопремник, пожалуйста. Выключаю. Спасибо. Вопрос, не вопрос, скорее всего. Да, говорите. Алло. Я говорю, как кладут у нас асфальт. Мы жители Каткова и буквально две недели назад прокладывали асфальт. Ну, может быть, месяц. И, как обычно, эта компания укладывает асфальт в дождь. Какая компания у вас укладывала асфальт? Ух, какая компания. Мостоотряд какой-то. Ну, это подрядчики, вернее всего, что... Да, наверное, подрядчики. Ну, просто вопрос такой, что они укладывают так отвратительно. И придется на следующий год будут такие же ямы, как они были все время. И лучше дороги не будет уже, наверное. Спасибо, Вячеслав. Вот вопрос контроля. В Катково снова в дождь укладывают асфальт. Как много где? А кто это будет контролировать? Помните, когда была ситуация приезжей большой персоны в наш город, когда закатывали дороги в быстром темпе? Я тогда помню улицу Кирпичная, на которой живут мои родители, которая непролазной была все 20 с лишним лет моей жизни на этой улице. Вдруг приобрела некий цивилизонный вид. И мы радовались, что есть хотя бы возможность хоть как-то пройти по этой улице. Понятно, что все равно были ямы, все равно были какие-то лужи и все прочее. И я тогда помню, как его укладывали. Я просто видела этих людей. Такое было ощущение, что набрали кого угодно в срочном порядке. И людей были счастливые лица у этих строителей. Потому что они понимали, что они сейчас срубят за неделю деньги. Просто кто угодно, сын, брат, сват, придут, положат асфальт и срубят деньги. Вот насчет субподрядчиков и технологий, это отдельный совершенно разговор. Но я бы хотела вернуться к двум пунктам, о которых уже в начале нашего разговора пыталась говорить. Вот насчет прозрачности при использовании средств. И насчет поставщиков. Достаточное их количество. Вот по прозрачности у нас как-то был в гостях руководитель Кировского отделения казначейства, если я правильно называю, федеральную структуру, Гвызин Олег Леонидович. Он рассказывал, что сейчас уже в этом году запускается сейчас в тестовом режиме, а будет запущен с нового года, запускается глобальный сайт федеральный, где все абсолютно потоки денежных средств, которые используются различными государственными органами, структурами, муниципалитетами, кем угодно на любых уровнях, могут быть отслежены любым гражданином. Достаточно будет набрать, например, катково, укладка дороги на участке таком-то. И любой, значит, вот Вячеслав, например, мог бы зайти и посмотреть, что за мост-отряд укладывает, кто заказчик мост-отряду, в какие сроки должен уложить, какие средства на это выделены. Любой человек. В нынешней ситуации, когда существует лазейка в 223-м законе о госпредприятии, такие вещи просто не будут запуливаться на этот сайт, насколько я понимаю. Потому что это отдельная статья, если ситуация не исправится. Ну, я не могу этого комментировать. Я думаю, что если ситуация... Вообще, я считаю, что любой человек может проверить, кто и как, и когда делал любую... Да, но это если ты подашь заявку. Ну, вот, видимо, я не думаю, что Виат Автодор подавал такую заявку, они где-то там размещаются. Я просто к чему хочу сказать. Вот, смотрите, мы сегодня много что угодно можем говорить. Но я всегда уверен и могу это доказать на деле о том, что государственные предприятия типа там Виат Автодор, городская, гордор Мострой, они не заинтересованы в качестве и в дешевизне наших дорог. Ну, нет у них этого интереса, потому что никто никогда не спросит, сколько они там сэкономили, куда эти деньги пошли, сколько чему цена. Это, в принципе, сегодня задача такая не стоит как таковая. Ни в одной стране мира государство не делает дороги. Государство только контролирует эти дороги и спрашивает счастника, чтобы он выполнял таких, чтобы они минимум стояли 5 лет. Если они не стоят, то государство заставляет его за свой счет эти дороги ремонтировать. Пока сегодня ситуация у нас вот такая, ничего не поменяется. Я вам хочу сказать, для понимания, кто слушателей понимает там в экономике, по 11-му или по 12-му году, сейчас не помню точно, по, наверное, 12-й, Виат Автодор при обороте 2 миллиарда рублей, он взял все, тогда еще было государственное частное партнерство, он забрал все по максимальной цене, значит, они выполняли весь объем работы практически на территории Кировской области, оборот у них составил 2 миллиарда рублей. Чистая прибыль предприятия 6 миллионов рублей. Ребята, ну это смешно. Они, между прочим, гордились этой прибыли. 6 миллионов? Да, что прибыль была. Отличная прибыль, но при всем при этом я хочу сказать, что пока вот они, вот задача Виат Автодора, город Смроя, основная стоит, это закупки. Именно тех товаров, которые требуются для ремонта. Вот это основная их цель. Сидеть на закупках, а не делать технически грамотные, надежные и качественные дороги. Давайте послушаем. Потому что проверять-то некому их. Они государственные, что государство само будет их проверять. Послушатели на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич Муков. Да, Владимир Николаевич. Я беру, так сказать, на лужу дюиндяевскую, которую описывал, судя по всему, Салтыковщий Дрин. Мы вас плохо очень слышим. Секундочку, Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, алло. Вас плохо слышно. Выключите приемник, пожалуйста. Я шлачу на лужу дюиндяевскую, которую описывал Салтыковщий Дрин в истории одного города. Великое, прославленное, так сказать, сооружение. И если подобные вещи находятся на протяжении многих лет так и не могут решиться, очевидно, кадровый состав тех людей, которые заказывали такие работы дорожные, так, необходимо менять. Мы вас поняли, спасибо. Я думала, что Владимир Николаевич скажет, очевидно, кадровый состав не изменился с тех времен. Ну, я думаю, что как раз в те времена, в советские, я думаю, что кадровый состав как раз был соответствующий, потому что, в принципе, там немножко другая методика была. Сегодня совершенно все по-другому. Уровень технических людей, я думаю, что не поднялся, а их желание зарабатывать на том, что не нужно, он, мне кажется, увеличился. Это в советские времена. Во времена Салтыкова и Щедрина кадровый состав, мне кажется, был примерно такой же. Примерно такой же, да. Наверное. В общем, когда госпредприятие, когда занимается такими делами госпредприятие, подсаженное, соответственно, на бюджетные деньги. На бюджетные деньги, и да, и как бы с них кто что спросит. Буквально на прошлый, буквально когда это было, по-моему, ну, на этой неделе мы говорили с представителями управляющих компаний, которые сейчас, частных управляющих компаний, которые сейчас активно вымываются с рынка в связи с тем, что законы принимаются как попало, совершенно нереальные, просто банкротят предприятия. Учитывая, что нет альтернативы, кроме как госпредприятия, государственные управляющие компании там районные, тоже получается такая, да, государственная, не буду говорить это слово. То есть к государству приближается работа управляющих компаний, та же ситуация может сложиться, что и с Фятавтодором. Деньги будут выделяться, они будут осваиваться неизвестно как, структуры будут разрастаться, пока вот такие законы принимаются. И выход в чем, Дмитрий Михайлович? Выход в том, что я еще раз хочу сказать, что на уровне региона и города при желании руководства можно делать любые перемены. Я считаю, что частный бизнес в нашем городе довольно-таки крепкий и сильный, и нашлись бы компании, которые могли бы заняться этими же дорогами. И государственная была задача только их проверять и требовать качества. И задача частника любого на всем, как бы, делать экономию. Они никогда не будут раздувать и покупать по завышенным ценам ни одни строительные материалы для строительства дорог. Они будут умещаться в ту цену, которую и будут покупать все самое дешево, потому что это частная компания. Давайте назовем фамилию, имя, отчество того человека, который мог бы изменить ситуацию и работает в правительственном аппарате. — Ну, я так сходу не готов сказать. Я вам хочу сказать одно, что, на мой взгляд, зам, который курирует сегодня дорожные дороги, это Шачков Сергей Владимирович, находится в отпуске в самый сезон. Значит, насколько я понимал, что, ну, я буквально вчера его видел, хотя сказали, что он в отпуске, точно так же руководитель дорожного комитета Сопольских, он тоже находится в отпуске. То в данном случае, когда идет основная работа по ремонту дорог, у нас период летний очень короткий, да, почему-то все, кто отвечает за дороги, они почему-то в отпуск поехали. Это то же самое, когда у нас идет подготовка к отопительному сезону, у нас почему-то замы тоже, которые отвечают за это, уходят в отпуск. То вот пока не будет там четкого понимания и ответственности за все происходящее, ничего не изменится. Потому что две головы, которые должны наблюдать за авиавтодором, они находятся в отпуске. А авиавтодоры... — Но они же выйдут когда-нибудь. — Ну, когда-нибудь выйдут, когда это уже будет, все, что мы говорим, уже будет бессмысленно, уже снег пойдет, уже деньги все освоят, уже никто ничего вспоминать не будет. На данном этапе их нет. — А мы повторим для них специально. — Да, слушай, им, к сожалению, им что плю глаза, все божие роса, вот честно скажу. — Храним надежду. Но мы будем следить за этой ситуацией. Спасибо большое Дмитрию Русскому, депутату законодательного собрания, который был сегодня у нас в гостях. Мы прощаемся до следующего часа, где придем с темой, чем мигранты отличаются от гастарбайтеров. — Спасибо. — Вау. — Спасибо. Продолжение следует...